Вот так вот, да, с таким видом? Глядя, ну да. Вот, если что, я протону её. Если я буду не до ужина. Нет, я спрятал её уже, нормально. А, да, спрятовал? Ну ладно, я буду спрашивать, ты отвечай. А, такой формат. Если ты будешь отвечать, я тебе включу Таню Булановой из Раннего, и будешь отвечать под гнётом. Так, да. Я просто когда буду не понимать, буду говорить, что звук пропал. Звук пропал. Да, давай, идём. У нас сейчас 200 человек. Ну, примерно хорошо. Мы с тобой обсуждаем вообще. Сначала. Как дела? Ну, я бы предметно, прям по вопросам. Как дела? Да всё в рабочем процессе. Ты доволен? Не очень. Ну, то есть, доволен, смотря чем. Понятное дело, что есть куда расти, есть куда ускоряться. Слушай, я не спрашиваю позитивную интерпретацию того, что вы проёбываете по срокам. Я спрашиваю, ты доволен сейчас, в принципе, командой? Нет, командой, безусловно, я доволен. То, как они выкладываются, конечно. Но то, что можно ускориться, это однозначно. Я просто увидел в них то, что они начали перенимать формат, который ты любишь говорить, что-то вроде идём рядом и идём свиньёй. То есть, раньше было, грубо говоря, один центральный айтишник, и все под него подстраиваются и работают. А сейчас команда начала расформироваться таким образом, что там есть вот отдельный блок программистов, они своё делают, отдельный блок программистов, они биржи делают и так далее. И все вот идут сейчас параллельно. Поэтому у нас там буквально через три недели ожидается уже выхода четыре продукта. Выходят в течение двух-трёх недель одновременно. Эд тебе говорит, если ты ещё вырастешь как бизнес, то как водяр в месяц. Помещение-то есть куда расти? Да, конечно. Просто, чтобы вы понимали, у нас на данный момент рабочее пространство – это 600 квадратов. И на прошлой неделе я снял ещё 900 квадратов. То есть, общая сложность у нас будет порядка 1300-1400 квадратных метров на нашу компанию. И преобладающее большинство – это будет именно служба заботы клиентов. То есть, там будет целый большой отдел из 60-70 человек, которые будут обслуживать базу клиентов. Вот, смотрите. Ну, просто из инсайдов я это ещё никому не показывал. Это вот план помещений. Здесь будет блок благотворительности, большой маркетинговый блок. Ну, вот здесь будет P2P-обменник сидеть и так далее. Тебе махнет. О, Эд, привет. Они смотрят мой эфир. Марат маленький, что ли, или это ребёнок идёт? Марат, нет, Марат и Каст. Да. Ну, это двадцать первый век технологии. А вы думали, что мы телефон только этот, картинку друг друга пересываем? Мне тоже не так сказать. Ну, благо, сейчас процессы некоторые идут параллельно. Поэтому стараемся усиливаться и стараемся. Но сейчас некоторые продукты, я стал обращать внимание, что мы выпускаем чуть дольше только из-за того, что у нас увеличилось количество пользователей. И мы сейчас тест-системы делаем там. Раньше мы делали на пять тысяч человек. Симулировали, да, что если пять тысяч человек будет одновременно всё делать. А сейчас мы симулируем сразу на пятьдесят тысяч человек. Потому что один пользователь может… Ну, там у нас средняя активность – это в секунду восемь действий на сайте. То есть восемь кликов в секунду. Это довольно-таки большие показатели. И для стрессоустойчивости системы мы очень много тестов перед выпуском проводим. Вот как сейчас по кэшбэк-сервису. Мы всё в тесте сейчас. Понятно. Получается, самое главное, что всё работает. Самое главное, что всё работает, да. По срокам – да, я согласен. У нас есть пробелы, есть куда расти. Но самое главное, что всё работает. Первое. Второе. Ну, отдельный респект блоку служб поддержки. Они выровнялись по скорости ответа, по корректностям ответа и так далее. Я думаю, ну, тут все могут подтвердить, что там служба поддержки стала работать гораздо лучше. Дальше. Следующий этап – этап развития службы поддержки. Знаешь, я тебе сейчас задам вопрос, знаешь как? Есть такое понятие, как правило обратной связи. Сначала скажи, что вообще отлично. Второе. Скажи, что есть что-то, что улучшить. И третье. Скажи, что вообще убрать. Вот чтобы ты сейчас… Какие-то три элемента. Скажи, что офигенно было сделано. Второе. Что можно сделать по-другому. И третье. Чтобы точно ты убрал в работе. В работе компании ты имеешь в виду? Или конкретно в работе чего? В работе всех своих ребят. Ну, с точки зрения отлично, ничего не могу сказать. Ну, есть какие-то отделы, которые автоматизированные. Самый кайф у меня. Что работает отлично – это то, что автоматизировано. Что работает хорошо – это то, что еще на человеческом факторе висит, но еще не автоматизировано. Что бы я точно убрал… А что бы ты автоматизировал уже сейчас, что он на человеческом факторе висит? Ну, это однозначно работа с офисами и начисление по всем офисам. Дальше. Это отслеживание по промоушенам. То есть, чтобы партнеры сами могли смотреть, сколько они сделали объемов за энный период. И автоматизировал бы я работу с предпринимателями. И… Ну, вот пока три основных блока. Ну, и, разумеется, служба поддержки. Мы сейчас пишем свой сервис. То есть, будет даже чем круче, чем у Тинькова. Ну, то есть, служба заботы. Будут мгновенные ответы. Не надо будет там ждать в районе двух часов. Все. Ну, вот это бы я убрал. И что бы ты точно убрал? Вообще все убрал? От чего бы ты точно не боялся безжалостно? От человеческого фактора. Ну, то есть, я прекрасно… Мы это обыграли. Давай вот конкретные вещи какие-нибудь. Что уберешь в ближайшее время? Ммм… Что уберу я в ближайшее время? Мне… Я так и не размышлял вот в этом ключе. Я знаю. Да, да, да. Хороший вопрос. Спасибо тебе. Что бы я точно убрал? Да. Это к вопросу там о подготовленности эфиров. Они максимально… Мы стараемся максимально живы. Да. Я сейчас… Я сейчас понимаю, что я думаю только над тем, что улучшить можно. А вот лишнее отсечь… Я сейчас понял, что этот… У меня нет таких мыслей в голове. Надо об этом подумать. Точно. Ага. Все, понял. Ладно. Тогда что убрать это… Ну, вообще тренируй. Тоже это фигня. У меня просто есть вопросы, которые… Ну, скажем так, накопились у сотрудников, у партнеров. Угу. Давайте. И мне нужно научить самому отвечать на них, потому что я понимаю, что, в общем, провисай. Я таким удобно задавляю у Зигмунта и Зигмунта, а друг другом распасовки у нас нет. Поэтому давай сейчас в диалоге вот просто проотвечаем на эти вопросы. Давайте. Возьмите. Так. Ну… Тут какие-то уже были. Сейчас. Подожди. 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 Так. Ох ты. Тут вопросов-то оказывается. Слушай, мы надолго. Есть ли в Америке офисы? В Америке офисов нет еще. Есть только пока люди, которые базируются в Америке. Офис пока не открыт. Партнер, да? Да. Только партнер. Но он не гражданин США. То есть он гражданин другой страны. А, просто не гражданин. А вот граждан США у нас есть там в этих партнерах? Нет. Мы с гражданами США не работаем же. Ну, то есть по… Даже регистрироваться нельзя, да? Не регистрироваться нельзя, да. Ну, то есть на этапе верификации их сейчас сбрасывают. Ну, потому что мы хотим работать по закону. И не хотим там по лезвию ножа ходить, что где-то можно, где-то нельзя как будто бы. Поэтому… Я понял. Да. Получается, программы, соответственно, тоже недоступны, да, для них? Верно. Совершенно верно. Угу. Ну, участвуй в программе, закрой кредит, пишет, да. Возможно ли участие… Будет ли программа работать в конце двадцатого года? Ну, это больше такой вопрос, наверное, глобальный. Если ко мне… Ну, я думаю, что да. Но у нас нет планов закрывать это точно. То есть будет ли работать в конце двадцатого года, и будем ли мы подписывать договора обязательно, если нам это будет выгодно и если будет выгодно вам. То есть, если план по капитализации мы еще не выполним к концу года, то я думаю, что будет работать. Ну, да. А доступ к программам, я думаю, что он будет разделяться. Что у нас еще есть задача развивать не сколько капитализацию, сколько, скажем так, завоевывать рынок уже новый, да, CBS, что называется. Угу. И, возможно, мы этот продукт и можем сделать как привилегий, да, мы обсуждали. Ну, как потевацию определенную для лидеров. Да, для лидеров, любящего для кого-то. Окей. Так. Как верифицировать иностранных граждан? Насколько знаю, у них все в одном паспорте. О чем речь? Все правильно. Ну, то есть, чтобы вы понимали, на данный момент, чтобы пройти верификацию гражданин России, надо прикрепить две фотографии паспорта. Там лицевая страница и страница с пропиской. У нас есть претенденты, когда, например, мне звонит руководитель службы поддержки и говорит, так, у нас Азербайджан пошел. И мы верификацию делаем именно под Азербайджан. Так, ага, вместо двух фоток одна. Так, ага, вот эта строчка лишняя, вот это выкидываем. И примерно за неделю мы модернизируем именно для той страны. Вот сколько таких блоков там? Сколько стран у нас уже? 12 стран. Ну, то есть, и еще 8 разработки. Ну, то есть, как только появляется претендент, так сразу мы верификацию делаем под страну. Супер, супер. Так, скажите, пожалуйста, я вопрос подцепил из комментариев. Скажите, пожалуйста, где могу получить информацию, заключая договор и вносить деньги, с кем договор? У нас вообще есть две этой информации? Можно просто вот как кнопочку просмотреть видео-ответ. Ну, по поводу, ну, это можно же разделить на два блока, да, этот вопрос. Первый. Я бы хотел посмотреть, с кем я подписываю договор и где данные договоры найти. На thefinica.com в личном кабинете есть раздел «Документы». В этом разделе у нас все пользовательские соглашения, а ML-политика… Какой крутой, ты еще и приготовил компьютер. Нет, но он этот, я же в офисе, он всегда открыт. В разделе «Документы» вы можете найти основные пользовательские соглашения. А вот именно подписание договора вы в каждом разделе, например, заходите в раздел «Недвижимость», а в момент, когда у вас калькулятор и расчет происходят, вы можете там эти договора посчитать. То есть все продуктовые договора, они в разделах внутри каждого раздела, а основные политики сайта в разделе «Документы». Но я думаю, что мы еще в раздел «Документы» все продуктовые договора тоже засунем, чтобы было удобнее. А, ну мы не ответили, да, с кем договор подписывается. С компанией «Цифрон Капитал». «Цифрон Капитал», ну это компания, да, наша. Так, каким образом указать наследников в кабинете? В случае необходимости, кто будет вести с ним переговоры? Перефразирую, у нас есть порядок вообще с этим? Да, мы недавно обсудили, что надо упростить просто порядок, и в момент регистрации мы уже таск, ну на языке программистов таск, на языке человеческом задача у программистов стоит. Через неделю в момент регистрации либо в настройках будет… Сейчас покажу. Вот здесь будет дополнительная окошечка, просто добавить наследника. Вы пишите фамилию, имя, отчество, указываете… Что это раздел, еще раз покажи. Ну это раздел настройки, где профиль. Да, в раздел настройки указываете фамилию, имя, отчество и номер телефона. В случае, если с вами что-то случается… Вот у нас уже было два претендента, когда человек умер, и его родственник связывается и говорит, я родственник, его ближайший. Мы заходим в настройки, смотрим, вы есть в наследниках. Если вы есть в наследниках, этот аккаунт – два варианта. Если вы еще не зарегистрированы на зафинника, мы его переоформляем на вас. Если вы уже зарегистрированы, то все средства, которые там есть, все продукты закрываются и переводятся на ваш аккаунт в течение 20 рабочих дней. Так, я тут потерялся. Потерялся, я потерялся. А, вот они. Слушай, знаешь, что ты вообще отметил? Такое впечатление, что ты подрос чуть-чуть. Чего пьешь? Все просто красиво. Эдвард говорит, что у тебя голос ломается. Я подумал, может, ты чем пьешь реально? Я перестал пить, так скажем, наоборот. Точно? Точно. Так, возможно ли… А, какая ситуация по Эмиратам? Жарко? Ну, я не знаю, что сказать. То есть, я смотрел… Я смотрел статистику зарегистрированных стран. У нас в Эмиратах… Блин, сейчас не скажу, подругой нет, но у нас, по-моему, в Эмиратах… Они работают вообще? То есть, им можно работать с нами? Им можно работать с нами. С точки зрения законодательства и государства, им можно работать с нами. У них каких-то ограничений по работе с нами нет. С точки зрения зарегистрированных пользователей… Блин, не знаю, брать не буду. Ну, чего-то там немного. Ну, то есть, меньше… Нет ограничений каких-то, да? Таких нет. Не-не-не, мы узнаем. То есть, как только у нас прецедент появления новой страны в статистике, мы сразу заморачиваемся. Типа, так-так-так-так-так. Вот так вот. Слушай, можно ли быть наследниками детей, не достигшие совершеннолетия? Да, да, да. Совершеннолетие. Я думаю, что можно. Единственное… Нет, нельзя, потому что по закону они не могут. Но они могут вступить в наследство по достижению 16-летия. Вот. Я про это и хотел сказать, что мы можем аккаунт на них переоформить, но снять они могут, как только им 18 исполнится. Да, да. Ладно. Возможно ли будет в ближайшем будущем пополнить кэшбэк с обычных карт? Да. Ну, для ближайшее будущее, я называю, это примерно 3 месяца работы. Я надеюсь, что уложимся в 2 с запасом с тестами 3. То есть, система будет какая? Пользуйтесь своим банком, каким вам удобно. Необязательно покупать карту. Купите чуть позже, если хотите. Да, да. Приобрели что-то там… Я не знаю, продукты купили вы на 2000 рублей. Просто просканировали чек в приложение, загрузили данный чек, и вам автоматически начислиться там с 2000 сколько? 400 рублей. Окей. То есть, этот сервис будет примерно месяца 2-3 нам надо, чтобы его дошлифовать и, в принципе, запустить. Ну, да. Все как обычно сыро, все как обычно на ходу. Ну, да. Ну, то есть, эта идея была утверждена примерно 3 дня. Вопрос, который мне задавали в предыдущем эфире. Я сейчас проговорю. Ладно, потом и начнем. Да, да, да. Конечно, это отлично. Пожалуйста, ответить на вопрос о кэшбэк-сервисе. Вчера верифицировалось по карте до сих пор баланс 0. Можно ли пользоваться такой картой? Все правильно. Баланс 0 почему? Первое, что мы говорим, надо необходимо посмотреть инструкцию. На обратной стороне мы даже поставили название сайта cbs.one. Что необходимо сделать? В cbs.one заходите, смотрите инструкцию, проходите KYC, после этого пишите в службу поддержки. Ваша карта пополняется на 250, ваш депозит пополняется на 100 долларов. Вы совершаете покупки и ваш сервис начинает работать. Ага. Эти инструкции есть, да, у нас? Понятно? Первое. Второе. Во вторник заработает уже, скорее всего, полноценный кэшбэк-сервис. То есть мы даже ускорились немножко по системе. Я во вторник выйду в прямой эфир, вебинар проведу и покажу прям пошагово. KYC пройти здесь, депозит пополнить здесь, вот ваши траты, вот ваш кэшбэк. Все крутяк. Если я новичок, скажите, пожалуйста, где смотреть видео, чтобы понять суть? Это называется «Человек пока смотрит и думает, что происходит? Что вы все сюда собрались, 500 человек? О чем вы сервисеете? Чего вы лайкаете?» У нас есть канал «Финника» на YouTube, у нас есть в Telegram канал «Финника». полистайте, посмотрите, пообщайтесь с партнером, который вам порекомендовал данное видео, вернее, данные вот этих двух чуваков, которые сейчас друг к другу разговаривают. Вы поймете, чем мы занимаемся. Сейчас просто такой совещательный момент с вопросами для тех, кто уже минимум месяц с нами. Ну да, кто в теме сейчас. Так, работаем дальше. По Украине, когда может быть подключиться к кэшбэку? Ну, получается, сразу как только заработает общедоступный кэшбэк, как я его прозвал, не знаю почему так, это месяца два-три. Да. По сути, мы говорим о том, что уже неважно будет, где, в каком мы стране, самое главное, наши криптои для того, чтобы получить свой кэшбэк. Ну, вот я, кстати, смотрю сейчас статистику по странам, я что-то прошлябил, а у нас, оказывается, уже 33 страны. Вплоть до Вьетнама, Карибы, Аргентины. Это бизнес возраста Христа. Это означает, что мы 33 страны, а отсюда стартовать можно еще сильнее, чтобы все понимали. Ливия, Гондурас, Монако, Словакия, Суринас. Гондурас, Слава Богу, с нами, Гондурас с нами. Так, с появлением Finica Life, Finica Project, не отпадет ли надобность в продуктах ZFZ? Это больше вопрос к клиентам. Ну, то есть, чтобы вы понимали, Finica Life, что это такое? Это спонсирование каждодневных ваших потребностей. Это может быть садик, это может быть оплата продуктов, оплата обучения и так далее. А Finica Life и Finica Product, они входят в систему ZFZ. То есть, в зависимости от ваших потребностей, вы в системе ZFZ выбираете продукт. И Южная Корея у нас есть, и… Я потому что начал убежим опять. Есть Южная Корея, есть Чехия. Ребят, всех вижу и говорю, что да, есть. Продолжай. В системе ZFZ, в зависимости от ваших потребностей, вы выбираете себе продукт. Хотите машину за 35% – пожалуйста. Хотите обслуживать свою жизнь дешевле на 50% – есть Finica Life. Хотите велосипед сыну приобрести, либо себе какие-то там, я не знаю, какие-то гитары, может быть, которые вы давно хотели – пожалуйста, Finica продукт. Хотите недвижимость – тоже. Хотите большую закрыть по кредитам – пожалуйста. То есть, в системе ZFZ… Я прокомментирую, я прокомментирую. Да, да, да. Вопрос не в том инструменте. В сути, если совсем глубоко копнуть, инструмент все время один. Да, абсолютно. Это CTI, это индекс. Мы же просто индекс переводим на язык разных продуктов. Хочешь машину купи, хочешь квартиру купи, хочешь купи молоток для ремонта, хочешь ремонт для молотка купи и так далее. То есть, ты начинаешь экспериментировать с своими потребностями и решать вопросы свои. Благодаря Finica. Вот это. То есть, это не партнеры для Finica, а наоборот. Finica – это партнеры. Это как люди часто спрашивают, как не обращать внимание на недоброжелателей. Ты такой сидишь и понимаешь, что если ты живешь в парадигме, на тебя смотрят недоброжелатели, ой, на меня смотрят недоброжелатели, ты никогда в жизни из этой модели не выйдешь. А когда ты смотришь, не я смотрю на недоброжелатели, а я смотрю на недоброжелатели. Так и здесь. Не партнеры для Finica, а Finica для партнеров. Поэтому это важно, чтобы каждый партнер Finica, заходя в компанию, четко понимал, зачем ему компания. То есть, что он в своей жизни хочет сделать, а не просто тусовку устраивал из людей, которые любят деньги. Это очень важно, потому что тусовки всегда надоедают, а жизнь остается с тобой навсегда. И это важно иметь некую долгосрочную, среднесрочную хотя бы цель и научиться долгосрочные вещи делать с помощью компании Finica. Продолжим? Давай. Итак, однодонность не отпадет. Это просто разный разговор с разными группами людей про разные продукты. Вот и все. Более того, мы даже в Finica Life и Finica Product будем делать специальные лендинги тематические. Например, хочешь ремонт? Вот так вот. Хочешь купить слуховой аппарат? Вот так вот. Хочешь купить дорогущие очки? Вот так вот. Хочешь сделать, что называется, какую-нибудь операцию для своего близкого и не хватает денег? Вот так вот. Хочешь сделать то-то? Вот так вот. Поэтому людям надо помогать инвестиционной мыслью не с помощью засовывать их в инвестиции и заставлять их думать, а давать им решение их задач, подбрасывать слова, которые запускают в голове возможность использовать инвестиции для своей жизни. Поэтому они друг другу не противоречат никак. Итак, здесь была такая штука, здесь заметил, что когда будет делан чат со своей структурой? Что это за чат? Что это про что говорит? Я понимаю, о чем вопрос. Есть очень много сетевиков, у которых большая первая линия, и они говорят, я не могу связаться с человеком, дайте мне его персональные контактные данные. Мы говорим, уважаемый человек, так нельзя, иначе нас вы, ну, по всем АМЛ-политикам нас накажут, так скажем, поэтому мы даем им механизм. Мы связываемся сами с его нижестоящим и говорим, с вами хочет связаться вышестоящий, даете разрешение? Даю. И тогда мы обмениваем контактами этих людей. Это шаг один. Шаг два – мы разработаем внутренний мессенджер. То есть вы можете прямо внутри личного кабинета отправить запрос на общение с этим партнером. Слушай, а давай немножко подозреваем чат за тот вопрос, который мы с тобой обсуждаем, вообще никто не обсуждал. Как поживает наш мессенджер, который круче из Телеграма будет? Я бы даже сразу по метку сказал – наш криптомессенджер. Внутри этого мессенджера еще у вас в мессенджере будут привязаны кошельки. Да, и можно будет одним нажатием, не заходя ни на какие обменники, ни на какие кошельки, отправить криптовалюту другу, ну, все, кто у вас есть в контактах. Релиз через полтора месяца уже будет и на App Store, и на Google. На самом деле он уже работает, этот чат уже работает. Но вот чтобы привязать к нему кошельки, обезопасить и выкатить его в App Store, потому что это сложная, оказывается, тема, надо примерно месяц-полтора. Но это будет бомба. То есть вы внутри приложения можете обмениваться сообщениями. То есть мы все свои CBS просто выгружаем в систему мессенджера и создаем механизм общения и обмена деньгами, правильно понял? Абсолютно верно, да. То есть мы упрощаем систему, чтобы вы понимали, вот, мессенджер, он уже работает. Вот, мы уже протестили, мы пообщались с айтишниками. Тут даже есть уже стикеры, можно прикреплять файлы. Ну, то есть можно создавать группы. И все это по защищенным каналам наших серверов. Сейчас мы его допиливаем и через полтора месяца... Так, возможно ли программа ZFZ между супругами? Не вижу препятствий. То есть, ну, это, знаешь, такой вопрос. Типа, знаете как, я вас собрался обмануть, дайте мне на это разрешение, пожалуйста. Я вот у жены давно хотел купить у Mitsubishi Lancer за 3 миллиона. Он же трешку стоит. Это ближе к шести, это ближе к шести. Потому что после жены он немножко освещенный, он денежно насыщенный и правильный Mitsubishi Lancer стоит 6 миллионов. Да, поэтому разрешение нас обманывать я не люблю давать. Технически вы это можете сделать. С точки зрения правильности, смотрите сами. То есть технически вас никто аккаунт не зарубит, но... Мне кажется, если вы будете друг друга продавать, вы так много денег не заработаете. А если вы будете продавать всем вокруг, то вы можете больше бабок заработать. Это товарооборот из семьи только, да, будет проходить? Ну, а то и деньги из семьи, не, не, никуда не пойдут. Да-да, из семьи не пойдут. Только на проценты финика. Наконец-то. Который будет чуть попозже, мне опять вернется. Я ух, я бизнесмен у мамки. Ну да, систему обошел. Дважды. Так, когда появится... Подкрадусь сзади называется. Когда? Подкрадусь сзади называется. Подкрадусь, да-да. Когда... А можно еще спойлер сказать про финика-шоп? Или пока рано? Пока, нет, это вообще, это следующий. Так, у нас возможно ли... Так, это я уже спросил. Блин. Эквайринг, когда будет? То, что мы разрабатывали два месяца нахрен. Потому что тот процесс и тот подход, он вообще не наш. Ну, то есть, знаешь, там типа IML-офицер говорит, ну карантин же, я ж не могу посмотреть вас. Мы говорим, в смысле, ты три месяца до этого что делал? Поэтому мы нашли других ребят, которые делают эквайринг. И по скорости реакции и по адекватности этих ребят, я думаю, что нам не больше двух недель и эквайринг будет. Угу. Ну, да. Мы любим таких. Но, на самом деле, у нас же к этому такое отношение. То есть, еще 15 попыток. Ну, да, да, да. 15 вопросов. Да, да, да. То есть, как только мы запустили мысль о том, что, а может других тогда найдем? Там, через неделю находишь контакт, который говорит, я сделаю. Эти догоняют, да, да. План купить саму всегда много денег не принесет. На деле операции подсчета есть пояснение, за что прилетели деньги. А есть просто зачисления. Хотят знать, откуда и куда. Это благодаря тому, что мы все ручные механизмы выплаты. Вот у нас же было полторы тысячи договоров по ЗФЗ, ручные. И дивиденды, ну, то есть, один процент в течение года, который мы обещали платить, мы его стабильно платим, но мы делаем его путем зачисления в личный кабинет. Создавать комментарии к этим зачислениям, к сожалению, пока нельзя, во-первых, технически. Во-вторых, скорее всего, и не будем делать, потому что это большая нагрузка на ручной труд. То есть, это надо будет свести четыре таблицы, чтобы вам показать, от какого договора, какой даты и какую сумму вам начислили. Поэтому все договора вручную мы сейчас перебиваем на платформу как зачисления просто, но просто знайте, что это за ваши договора по ЗФЗ. Если принципиально вам знать, за какой договор, вы можете обратиться в службу поддержки, мы вам развертку, конечно, дадим. Ну, просто это огромный километр таблицы, полторы тысячи договоров, и которые раскидываются на десять уровней. Да, но это довольно-таки тяжело. Эквариинг – это механизм, когда ты на сайте можешь ввести номер картой, и у тебя спишутся деньги как покупка, для того чтобы тебе не ходить в банк, для того чтобы деньги не обменивать на битки, биткоины, на наши валюты и так далее. Когда ты можешь сразу у нас купить нашу валюту. Абсолютно верно. Да. Так. Вопрос, вопрос, вопрос. 28 апреля во время презентации CBS One Дмитрий Ильиченко сказал, что может быть индекс станет доступен только для бит-партнеров. Да, такой был разговор, но об этом будет отдельно. То есть, если будет такое решение принято, мы отдельно об этом скажем. Я прошу очередной раз сконцентрироваться на сейчас. То есть, то, что сейчас есть, и то, что сейчас конкретно работает. Чем обсуждать вероятности будет, не будет. И вторая маленькая ремарка – это о том, что… Ребята, обратите внимание, как быстро вы привыкли к индексам и сделались его заложником. Центральным, да, заложником индекса. Да, когда ты не хочешь думать ни о чем другом, а вот уже есть индекс и есть деньги. А у нас компания говорит, занимайся чем хочешь, а деньги должны быть. А не деньги, только деньги. Поэтому, может быть, даже для примера, вы в Инстаграме покажите, чем вы еще занимаетесь, кроме денег. Может быть, поэтому некоторые компании, некоторые люди вас сторонятся, учираются, потому что кроме денег в вашем Инстаграме нет ничего, либо в вашей жизни вы перестали демонстрировать чего-либо. Покажите, какой вы человек. Может быть, иногда люди фокусируются на вас, как на человеке. Это очень важная штука. Поэтому, если вдруг что-то объявится и о чем-то будет, это будет плавно, мягко и точно только во благо, и гораздо больше возможности заработать. Вернись, я все прощу. Так, я вернулся? Ты так больше не делай, я испугался. Все. У нас в компании какие стадии? Есть стадия мысль и обсуждение этой мысли. Есть стадия решения, есть стадия реализации. Вот пока данная формулировка была в стадии мысль. Поэтому этого еще не бояться, не переживать не надо. То есть, решения об этом нет еще. Все. Все. Спасибо тебе большое. Так, о каком обучении тебе речь сейчас? Какие условия? Это к Марату. Во вторник я ему позвоню. У него будет какая-то конкретика. Такой же будет. Уже сегодня есть конкретика. Он сториз записал, сказал, что они сейчас готовят пакет обучения. Сгоняйте. Сабиров.mr, да. Сабиров.mr. Сгоняйте и посмотрите, как дела по поводу обучения. Он там прокомментировал этот вопрос. Да, да, да. Сегодня он выложил. Слушай, у меня один вопрос, который здесь, в списке. Я еще полистаю там. В принципе, мы приближаемся к завершению. Молодцы. По картам. Чтобы пройти верификацию. Раньше других организаций сделали перевод российского паспорта на английский язык и заверенный нотариусом. Может, этот вариант прокатит? Вас просто зарубят на уровне KYC. А так? Да. И так нет. Да. Вот какие, да? Не работают так они. Ну, к сожалению, бизнес иногда привязан к политике. Вот что бы ты ни сделал, иногда ты упираешься в политику. Все, я понял. Ну, то есть там четко совершенно и иносказаний нет. Да. В мобильной версии финика, когда будет готова колеса? Она уже готова. Могу немножко погрузить в IT-мир. Как это происходит? Когда ты отдаешь кому-то на аутсорс разработку приложения и его забираешь, половину программного кода тебе необходимо переписать, чтобы туда не зашили что-то вредоносное и не воровали данные. Поэтому сейчас находится на стадии переписки кода и заливаем в App Store. То есть Apple нам добро дал, Google нам добро дал. Я думаю, что полторы недельки это будет все в сети. Угу. Можно ли отследить путь доставки карты? Наверное, нет пока, да? Ну, я думаю, что... Зачем? Ну, то есть она идет. Это близко. Да. Реально. Вы эти три-четыре дня, которые вы ждете, будете сидеть на почте, что ли? Ну да, да, да. Короче, вопрос не критичный. Вы уж извините, пожалуйста. Просто это сейчас рассылать еще всем автоматически. Ну, это... Короче, я прекрасно понимаю, о чем речь. Смотрите, любой ваш вопрос, любая просьба иногда втыкается в то, что эти операции придется... Вот вы попросили, если мы там заводим либо даем согласие, надо понимать, что большая система автоматически потребует, что еще тысячи раз придется то же самое сделать. А это значит, что тысячи раз будет задать. Вот почему я в чате там написал, что будьте чуть лояльнее к любым фразам, которые используют, особенно в новых или сырых продуктах. Потому что люди пробуют, экспериментируют и хотят создать лучшее. Реально. Лучший способ создать лучшее – это не стесняться того, что ты говоришь, что думаешь, и ты просто паришь. А потом уже запаковывать это в какие-то более удачные тексты. И когда вы начинаете сразу резко критиковать, еще через призму страха потери индексов или еще чего-то начинаете говорить какую-то критику, то вы съеживаете творческий потенциал людей, которые стараются над продуктом. Поэтому и помните все, что каждое ваше действие провоцирует 15 действий окружающих. 15 действий окружающих – это 150 действий окружающих. Все 150 написали этот вопрос – а все нормально? Поддержка должна ответить на каждый этот вопрос – да, нормально, да, нормально, да, нормально. А это час. Это час из жизни вылетает, который можно было бы ответить на вопрос более содержательный. Поэтому старайтесь внимательно слушать и меньше паниковать. – Я хотел бы прокомментировать здесь сообщение, смысл переписывать приложение, как будто каким-то вредителям на разработку отдали писать код. Я бы, знаете, как сказал, лучше я перепишу код и с вашими персональными данными ничего не случится, чем я не перепишу код, ваши персональные данные начнут продавать и вы сказали, а вы что, не могли перестраховаться что ли? Ну вот, мы наоборот для вас стараемся. То есть я могу не переписывать, могу так выкатить, но наоборот это делается безопасно. – Ты можешь персональную версию? – Персональную версию. – Персональную версию. – Да. – Какая разница? Главное, чтобы быстро было приложение. Ладно, у меня на этом все. Я просто хочу еще дать маленький коммент. Мы разрабатываем биржу, у нас есть обменник, у нас есть приложение и так далее. Мы даже мессенджер захерачили, и это наверняка для того, чтобы имитировать нашу деятельность, а не быть компанией, которая может это сделать. – Ну что, цыгань, всем спасибо. – Ну, прежде чем закончить, я еще… – А, тебе еще? – Да, я хочу просто тебе отдельное спасибо сказать, потому что за два года, когда мы с тобой вот очень-очень плотно работаем, мы очень много чего сделали, но я благодарен за то мышление, которое ты в нас вшиваешь, что все, что мы сделали – это уже позади, и надо смотреть нашу глобальную цель, потому что если сопоставлять глобальную цель и то, что мы сделали, мы сделали еще совсем мизер. И, ну, спасибо тебе огромное, и спасибо Марату и Эдварду, потому что вы постоянно подстегиваете и меня, и, мне кажется, и друг друга к стремлению развиваться и еще больше замахиваться, и еще чуть-чуть больше замахнуться. За это вам спасибо большое. – Это пришло. – Я вас люблю. – Здравствуйте. – Все, давай. – Давай все, пока. – Пока. – Пока. – Пока. – Пока. – Пока.